здорово пацаны сегодня 10 сентября прекрасный солнечный день мы решили последний разок осенью со слайком сходить в лес о славтяй со мной и мы решили пожарить шашлыков ну и заодно тут побеседовать вообще ништяк кстати дрова очень сухие и такой мощный костер нас развился довольно быстро так что мы имеем на столе у нас как всегда все из красно-белого кроме помидоров помидоры дач да так вот какие-то соки там ну короче дешевая канитель славиков ножик прикольный кто-то предлагал делать жульен и взял даже формочки на жульена денег не хватит так и что мы сегодня слайд делаем короче как всегда будем снимать то видео которое нам рекомендуют взять на ютабе чтобы у нас очень сильно развился канал сразу народ повалит и вот мы нами сейчас и займемся говорят про еду люди очень любят смотреть голодающий аппетит повышается что славка то бывает кусок горло там у некоторых не лезет а то посмотрят как вот шашлык уже и ворачивали сразу есть захочется короче пацаны мест месяц сентябрь у нас предзнаменовался двумя событиями это михаил горбачёв окуплился и кто-то он слов английская королева банка елизавета вторая да и там сейчас принц чарльз возрадовался уранец короче неважно померла старая бабка королева ей там все движут смерти желал а те язык свой туда желал все и желали старые нас линия до многих пережила как то так короче получается два великих тирана короче загнулись елизавета вторая и мишка горбачёв что там слава арматы сотворил в общем пацаны время правления горбачёва это было что-то нечто слишком до хрена он понаворотил такого придурка россии еще не видала первое такое самый трендец при нем это ахнул чернобыль все они там экспериментировали с турбореакторами рубанула так что кранты короче до сих пор мы аукается да славка правка потом что он еще там вел бы а начал вырубать виноградники чем спровоцировал там вот эти вот конфликты какие-то там хрен пойми блин они ведь не тишины выращивают этот виноград там потом при правлении горбачёва был крах восточного блока то есть блин начали страны варшавского договора отваливаются плюс берлинскую стену размолотили короче гдр потеряли вот горбач всю дорогу там вау прожектор перестройки запустил он там светит там все салютуют блин отлично там бабы сумасшедшие орут миша мы тебя любим мужики наши пить не будут больше мужики как херачили то херачили только еще стали травиться блин всякими динатуратом и прочей херней блин что там еще там горбач приватизацию ввел блин да какие-то кооперативы замутил блять и началась какая-то бандит щена непонятная блин вообще какая-то движуха началась дичайшая магазин придешь вообще ничего не да блин я еще застал времена когда блин стояли блин главы эти прилавки магазине слов заставлены были минеральной водой все боржом придешь с ржавыми пробками идешь магазин было такое лежат масло и голы вот реально масло варису поставить это вшивая морская капуста блять обожрись ну или капуста и хлеб и капуста я ума ну яйца были и больше ничего в магазине надо молоко еще но набор в деревне все накосить и продавать корову держать и бы того так что у нас там горбач еще намотил в это время при горбаче при горбаче что там у нас случилось ну просто что сигарет не было это вообще он да это же его тема дефицит при горбачеве страна первый раз узнала что такое дефицит то не приближенную дом на при срежье это нормально надо было за такой степени при брежнем дефицит там колбаски апельсинов а тут был реальный дефицит продуктов первое необходимости вот такая фигня так что там горбач еще у нас промутил глядя но какие-то локальные войны там всю дорогу при нем были что там рабочих только единственным уже сделал нормально это из афгана войска да был блин из афгана войска ну там ладно старые военные были старые закалки там как-то мобильном все свернулись и в основном будет ли нам и еще зашли косовым из афганистана убегали там все нормально выводила как буран еще запустить конечно не за без эксцессов блин бурла буран он запустил запустил в казахстане посадил и так они изгнили все эти буран сгнила один стоит на в днх до при горбачеве из страны стали вывозиться все самые новейшие технологии очень много всяких ученых свалила народу да по уехал сразу прям почули они какую-то тут и хрен пойми что тут творится все продается покупается доллар правит миром денег у народу нет денег у народа нет блин зарплату выдают выхлопными трубами на вазе или где там продуктами выдавали продуктами блять тогда народ узнал первый раз слово бартер да и начался у них тут бартер блять потом опять эта система талонов долбаная на блин но практически на все на масло на сигареты на водку на шучу на порошок стирали да на все на свете при горбачев первый раз произошел раскол общества на богатых и бедных кто-то был сразу за чертой бедности а кто-то еще более-менее имел средства к существованию то есть уравниловки уже не было ее просто уничтожили сразу первые богатеи это стали то был начальником каких-то сырьевых овощных продовольственных баз они сразу пойми заимели возможность там бартеры хиринар тары какие-то там ты-ты-ты над ними контроля как такового не было а если он и был то они там всем друг другом делились вот так были были получены первые капиталы такие мощные плюс это все шло блять в одну сторону по одной цене в другую по другой блин домой там волоклость перепродавалась куда-то девалась там непонятно учета как такового не было потому что приедет человек типа с проверкой ему там пару сумок там с водкой мясом дадут он бумажку подписал и он доволен он уехал все начался просто ужасный беспредел простой народ ниже плинтуса опустили там такая дичь творилась помнишь при хорбачеве это же 88 год 9 студии звукозаписи появилась да у нас был офигенный прорыв пацаны если кто не застал это дикое время помогал поведать о том что тогда простые рокеры поимели возможность получить все аудиозаписи это было большим большим плюсом возникли первые студии звукозаписи приходишь кассеты платишь 3 рубля тебе записывают там бобину кассета в вашей класс только пластинки на рынке резали там из этих из рентгеновских съем а теперь можно было кассеты записывать вот это был большой плюс также люди по и поимели доступ к видео материалам для для магнитофона до появились видеомагнитофоны там даже был советский видеомагнитофон выпущен под названием электроника м12 да но у него принцип кинематики был такой же как в кассетном магнитофоне нажимаешь на клавишу там чик открывается не вставляется как в обычных кассетниках и открылись первые видеосалоны м12 но не у всех же он довольно дорого стоил стоил он три полторы тысячи видеомагнитофон вот слава говорит 1200 вот у него наверно был у меня не у меня было угариваю и за три рубля люди бежали смотреть фильм а видеосалон брюс лей но я тебе про это и говорю что открыли салоны да 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 владельцы видеосалонов были какими-то людьми привести людьми перелетевшим из другой планеты человек имеет видик и крутит фильмы обогащается брюс лейк фредди крюгер озабоченная молодежь повел доступ к просмотру фильму что там императрица екатерина великая какая-то там порнуха была там после девяти часов показывали смотрят сидят люди в зале человек пятьдесят а то и шестьдесят в телевизор смотрят телевизор маленькие смотрят смотрят такие делятся впечатлением тогда многие молодые люди насмотревшись фильмов с участием брюса ли джеки чана сделали себе нунчаки ходили по воду люди с нунчаками такие чук-чук-чук было очень много пробито черепов выбитых зубов сразу начали ребята посещать секции каратэ в подвалах там качал качалки потом блять увидели все арнольда шварценеггера к фильме конан варвар и красная жара ну и сразу все захотели стать великими и сильными в подвалах сразу же появились качалки на люди себе накачивали мышцы железа кто работал на производстве оттуда тащили гантели там сделаны вообще круто там такие качалки убойные конечно сейчас смешно во первых подвалы все были низкие то есть и только где бомбоубежище зайдешь подвал там я бы копают что вы делаете пацаны спортзал углубляет сначала было углубиться начать качаться вот такие вот дела пацаны были ведь при правлении горбачёва а потом случился переворот штурм белого дома потом ельцин на броневик залез как прям ленин или на бронетранспортер сказали горбач мы тебе не верим проваливая отсюда мишка обмеченный вали отсюда на хрен так я ты пинком по нынцу мы за разговорами забыли про сашлык так он готов он готов и мы сейчас его будем хавать ребята у нас готов шашлык сейчас мы его будем дегустировать вилка 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 обманываешь какой нажать что-то он фонер лет смотри хорошенький отлично просто ракоричные просто замечательный мы прям сейчас вот как вот сейчас как вот это щит у меня витя гага под окном недавно водку жрал из горла передавал дай бог здоровья особенно да из у нас есть охрененные баночки из-под жульена мы тут нальем сейчас туда майонеза да майонез налили для везде а сок что слабо хрене ну ты придумал может становить себе сока так какой ста вот у тебя есть маленького слайд у нас сегодня вот из таких стопочек сок сок так на числа вилку есть ты пользуешься свои у меня пацаны как всегда мне даже есть старинная вилочка цель на металлическая что что-то весной покажешь китайское изобретение ва мады from россия красиво так написали хлеба так это который это по месяцу не портится да можно если он засохнет может кирпичи ломать так берем насаживаем шашлык свинина говоришь свинкоборья так вот делаем так вот делаем да потому что у нас здесь майонез с кетчупом мешаем отлично чего там сочнейший брежешь ты взял не сухой нормально как там чуваки там с умной рожей таким сделать как он шашлык из мамы на говядину такие кусачки да очень сочный вообще на сочниже раскрыт запах кориандра что-то там еще какой-то херни чувствуются кислинка барбариса в нихера не чувствуется чувствуется майонез река на перепелином яйца и кетчуп махеев все ну и какой-то мясо не оснать нормально получилось пацаны не теряйте даром время ходите подкать и теплые деньги дальше полгода зима будет